В субботнике приняли участие представители мэрии, районной администрации, волонтеры, сотрудники Росгвардии и производственных предприятий. Наведение порядка на территории не единственная задача, которую ставили перед собой собравшиеся на уборку. Сегодняшний субботник стал поводом обсудить нереализованный потенциал одного из видовых мест Нижнего Новгорода – набережную левого берега Оки. Это, в общем-то, потенциально одно из самых лучших общественных пространств, находящихся на территории города. Наш речной фасад – это вообще наше достояние, которое нужно развивать. Мы в ходе подготовки к 800-летию делаем особый акцент на продление набережных, на благоустройство набережных, в том числе обратим внимание на эту территорию и посмотрим, как она в дальнейшем может развиваться. Нашли заброшенную территорию, которая долгие годы не обслуживалась и не приводилась в порядок. Она не знакома жителям нижегородцев, а сейчас мы ее постараемся сделать знакомой, и чтобы она стала тихим, спокойным местом отдыха, где можно просто приехать, отдохнуть, насладиться природой и тишиной. Ежегодно на территории Канавинского района проходит более 500 субботников, в которых принимает участие более 60 тысяч человек. Как отмечают собравшиеся, слаженная работа всех участников таких мероприятий позволяет делать район с каждым разом чище и комфортнее для проживания. Мы такие субботники проводим уже с июля месяца, именно здесь, на набережной Марата, от метра моста. И для нас очень важно все-таки, значит, расчистить эту зону, и чтобы набережная приобрела совершенно новый вид к 800-летию. Именно поэтому здесь мы сегодня волонтерами Победы присоединились с депутатским корпусом. Считаем, что такие субботники просто должны быть еженедельные на постоянной основе. Мы убираем мусор, пластиковые бутылки, листву сгребаем старую. Мусора достаточно много, но я думаю, что такими субботниками мы ее приведем в порядок, как летом привели в порядок территорию немножечко поближе к метру мосту. В этом году, помимо наведения порядка в рамках городских субботников силами подрядных организаций, с территории Канавинского района было вывезено порядка 4000 кубических метров мусора, а также ликвидировано более 1000 кубометров несанкционированных мусорных свалок. Владимир Смирнов. Время новостей.